Капризы погоды за прошедшие сутки жители Приднестровья ощутили в полной мере. Прошлой ночью в республике резко похолодало, однако синомтики успокаивают. На этом новогодние сюрпризы не заканчиваются. В перспективе нас ожидает повышение температуры. То есть к нам подходит передняя часть циклона, который расположен над Европой. И будет идти тепло. Ветер сменится на юго-восточный и принесет нам теплый воздух. Осадки мы ожидаем. Осадки будут переходить постепенно со снега в мокрый снег и в дождь. И температура где-то уже слабо положительная днем и слабо отрицательная ночью. Однако повышение температуры ситуацию на дорогах, скорее всего, не сильно изменят, говорят синоптики. Выпадение осадков на уже изрядно остывшую землю может лишь усилить гололед. Хотелось бы обратиться к водителям о том, что водители должны быть предельно внимательны, перестроиться на зимнюю манеру езды. Также хотелось бы обратиться к пешеходам, быть предельно внимательными, даже если вы переходите проезжую часть по пешеходному переходу. Тем, кто предпочитает пешие прогулки, следует осторожнее ходить по улицам и выбирать уже обработанные коммунальщиками дороги. Об этом говорят уже врачи. Ведь в противном случае существует риск попасть в травмпункт с ушибами, вывихами или даже переломами. Если взять за последние пять дней, когда больше выпали осадки, там гололедится на улице, мороз, значит, по сравнению с обычными будними днями, число обращений пострадавших травмпункт чуть-чуть увеличилось. В спецавтохозяйстве, в чьей адрес зачастую звучат нарекания по уборке столичных улиц, объясняют. В их задачу не входит уборка и посыпка песчано-солевой смесью частного сектора, а также территорий рядом с частными предприятиями. Ответственность за очистку переулков и тротуаров в частном секторе возлагается на самих граждан. Среди задач спецавтохозяйства – обработка улиц и дворов многоэтажек. А вот с этим, по словам руководства предприятия, сотрудники справляются хорошо.